Мы закончили на пользе освоения памятования о смерти или каково состояние памятования о смерти? Мы закончили сейчас... Б. А, Б. Польза освоения. Да, да. И потом каким образом мы должны были? Сейчас, так. Так. Мы рассматриваем размышления о непостоянстве и смерти. Б. Мы продолжаем изучение памятования о смерти. Это одна из важнейших тем для размышления на отрезке пути общим с малой личностью. И, в то же время, эта размышления относится и ко всему пути также. Б. И, в то же время, это один из самых важных тем для того, как и все, как и все, как и все, как и все. То есть это размышление является важным, как и в виде причины того, что мы занимаемся практикой, также в виде условия, которым мы занимаемся этой практикой, и в виде сопутствующего явления, вместе с которым реализуется результат нашей практики. Б. А вот 정말 важно, нам научить нашу душ. И так, являемся те, что понятия это решает о преимуществом возрасте, верно, это deactivации, это достаточно интересный момент. В виде выполнений работы мы ведут так, gelотка. Это возможность проходит, и в виде postponed, и который Marxи важны. И вернодушист does Rinana от Ao..., летит от Ограничания, То есть, если говорить традиционными словами, то размышления о непосредственности и смерти полезны в начале, в середине и в конце. И в прошлый раз мы смотрели в чем вред. Мы закончили сейчас уже каким образом. То есть, мы осматривали и то, почему вредно не размышлять об этом, также осмотрели, почему это полезно. И теперь осмотрим, собственно, каково состояние пометования и смерти. То есть, как оно проявляется. То есть, здесь, дается. Есть некоторые характеристики, сверяя свое мышление с которыми, мы можем понять достаточно ли мы размышляли о непосредственности и смерти. За боязнь расстаться с родными и тому подобным. То есть, с близкими друзьями, с родственниками, с имуществом, страной, какой-то идеей. И, может быть, вследствие прочной привязанности к ним, это страх смерти тех, кто вовсе не практиковал Путин. А здесь следует породить не такой страх. Тогда какой же? Мама? Я знаю, у меня какой на русском языке? 167-168. Так, вот, 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 вот. Так, и ответ на этот вопрос, поскольку все, кто обрел тела силой кармы и омрачений, то есть не в силу благопожеланий и отсутствия омрачений. То есть не осмысленное рождение, но вынужденное рождение. Вот все, кто обретает эти вынужденные рождения, а причиной этих вынужденных рождений является карма и клеши или обрачения, все они, все мы, точнее, несомненно, не избегнут, не избегнем смерти. То, правда, хоть и устрашишься ее, ничуть не сможешь помешать. То есть это естественное завершение всего, что было рождено. И, как бы мы ни хотели, как бы мы ни боялись этой смерти, помешать ее наступлению мы не сможем. Так. Так. 20 лет. 20 лет. 21 лет. 21 лет. 22 лет. 21. that everyone из-за того, что получше у людей от него оттену, за частью у�ов и отбирая быть смелой, не будут ни вовремяarnos идти за� Doubtом, он convainy даже, если донят востоку, из-за того, что в состоянии бежене было вредит. А-такое, когда я говорила, что получше у людей оттену на у�овах, за частью у него оттену и оттеневая фамилия, значит, это означает, что не было не развития, То есть, может возникнуть вопрос, зачем же это нужно? И чего следует именно опасаться? Почему нужно бояться этой смерти? Возмышлять о ней, помнить о ней. То есть, хотя мы не сможем помешать наступлению смерти, Однако следует опасаться лишь, чтобы смерть не наступила, пока не подготовился к следующей жизни, не покончил с причинами дурной участи и не сотворил причин высокого положения, то есть благого рождения в сансаре и подлинного блага, то есть нирваны. Спасибо за субтитры Алексею Дракон. То есть, например, если мы учимся в школе или в институте, скоро мы знаем, что любая сессия, которая началась, должна будет закончиться, и в конце этой сессии должны быть экзамены. Как бы мы не боялись этих экзаменов, мы их не сможем избежать. Скорее всего, конечно, можно что-то придумать, как это обойти, но, если идти честным путем, то нам нужно будет сдавать экзамены. И экзаменов нужно бояться до тех пор, пока мы не готовы к ним. Пока мы не избавились от этого незнания какого-то, и пока мы не усвоили весь необходимый материал. После этого, когда мы уже готовы к этому экзамену, бояться его нет смысла, мы к нему просто готовы. И здесь то же самое. Пока мы не готовы к смерти, то есть пока мы не устранили причины рождения в дурной участи, и пока не создали причин, достаточно причин для того, чтобы либо же обрести благое рождение, либо же полностью избавиться от страданий, имеет смысл бояться этой смерти и стараться успеть приготовиться. А после этого, уже наступает это покой. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. что, в любом случае, мы не можем не пройти эти examens. У нас будет идти в момент, который будет идти, и нужно пройти эти examens. Так что, это не стоит, чтобы не пройти эти examens. Мы можем не пройти, пока мы не можем не получить эти знания, которые мы не сможем пройти эти examens. Но в момент, когда мы готовы, мы учим, мы не будем бояться, мы не будем бояться, мы будем бояться. И вот, это же самое, так что мы не будем бояться для смерти, мы можем иметь эту страху. Но в момент, когда мы будем исследовать всю свою любовь, чтобы мы обозначили, как у нас, когда мы смогли бы обзакать, или для себя, что у нас есть buena ренессанс, или для того, чтобы избавиться полностью из-за доноса, и для того, чтобы получить любовь сомсара и отреживать – в том, что там и нет никакой причины для того, чтобы у нас есть боль. Это нужно, чтобы быть в порядке, чтобы прийти в момент для смерти. И в момент, как мы должны быть в порядке, мы не им нам больше. все так и спокойно, у нас нет никакого страха. Если думать о смерти с таким страхом, то осуществляем те цели. То есть готовимся к этому экзамену. И поэтому смерть на час не будем бояться. То есть смело идем на этот экзамен. Если же не выполнить тех целей, не подготовиться к этому экзамену, то в час смерти страшно переживаем, что не освободились от сансары вообще, а в особенности, что пойдем в дурную участь и будем горько раскаиваться. То есть, в момент смерти, мы будем беспокоиться, чтобы не быть свободны от сансары и, в частности, чтобы иметь ренессанс в мире инферии. И поэтому, в данный момент, мы не забыли, что не подготовиться к этому экзамену. И так далее, мы будем говорить о истории, который был очень готов, чтобы перешить экзамен. То есть, Цонкапа приводит отрывок из этой истории, а мы сейчас рассмотрим ее, по возможности, подробнее. И здесь, в книге, Цонкапа дает пример для того, как и в рене, и мы будем смотреть этот текст, Джаката, в его объем. Мы будем остановиться на текст, а не остановиться на несколько маленьких экзаменов Цонкапа дает в «Ламри». Это одна из истории о прошлом поплощениях нашего учительства, Буддушке Муни. Когда он еще шествовал, шел, ступал по пути в облике бодисаттвы. Будучи бодисаттвой учитель. Он еще не бодисаттв? Он уже бодисаттв, но еще не явил облик достижения пробуждения. И вот, как-то, он принял рождение в роду Кауравья. Это один из очень древних прославленных царских родов, кшатрийских родов. О нем упоминается и в «Махабхарате», например. «Махабхарате». Эпос древненийский. И так далее, «Махабхарате». И благодаря своей глубокой привязанности к добродетелям, принц пользовался искренней любовью своих подданных. И потому, что этот принц делал много хороших действий, он был очень любим и respectен по этому поводу. Его величие заставило гордых соседей склониться перед ним. Он назывался Сутасома. И повсюду гримела слава о том, какой он честный, добрый, щедрый, то есть во всех благих качествах. И везде мы читали эти лунжи, в том числе он был честный, добрый и генериал. Сейчас стало очень модно изображать положительных героев с отрицательными качествами, что нет полностью положительных героев. И отрицательные герои все время пытаются показать с хорошими качествами. Здесь Сутасома полностью положительный герой без каких-либо недостатков. Это правда, что сегодня, мы не сможем видеть... Позитивные герои, которые всегда будут уничтожены, и персонажи, которые не будут уничтожены, которые будут уничтожены, и они всегда будут уничтожены, которые будут уничтожены, которые уничтожены, для какого-то... нанести... как навести тень на плетень, так сказать. Так, и подобно месяцу в светлой половине, то есть имеется в виду на возрастающую... как возрастающая луна, ежедневно возрастала его красота и прелесть. Вот, все, что все, как으로 луне — мин Saléo хвачивались в период Он достиг совершенного знания в области всех философских трактатов того времени, сделал большие успехи не только в этих духовных поисках, познаниях, но и в светских науках и искусствах с их различными образами практического применения и знаниями. Благодаря своей умудренности он стал предметом глубокого уважения и любви своего народа. Благодаря своей умудренности он стал предметом глубокого уважения. Благодаря своей умудренности он стал предметом глубокого уважения. Всего застающего почтения и самоотверженной охраны народа. Он стал как бы родственником добродетелей. То есть он стал объектом почитания всего народа. Он стал объектом почитания всего народа. Благодаря своей умудренности он стал предметом глубокого народа. Как в старых европейских сказках изображались прекрасные прекрасные принцы. Благодаря своей умудренности он стал предметом глубокого народа. И царь, видя его полную способность управлять народом, возложил на него сам наследник престола. То есть у него скорее всего были и другие братья и он был одним из возможных претендентов на престол. То есть сначала он просто принц, а вот теперь он уже точно принц, который уже в какой-то мере является заместителем по некоторым вопросам в правовании. И вот, однажды, великосущностный Сутасоман объезжал, объезжал пригородные парки, которые были особенно приятны благодаря прелести, разукрашенному могуществу весны побегов и чарующих улыбками распускающихся цветов. Все эти качества не обязательно описано. Свежая трава, как ковром, повсюду стилала землю. Проды с синей прозрачной водой были установлены с лепестками белых клубых ботосов. Воздух дополнял жужжание раёв пчёл ползающих по цветам и так далее. Пели отличные певчьи птицы. И, окруженный не особенно большим материалом войска, он заехал для игр в один парк. И, окруженный птицы. И, окруженный птицы. И, окруженный птиц, он был везде. И, окруженный птиц, они были исключены на птицах. И, окруженный птиц, они были абсолютно замечательными. Лотус, бланк, бланк, он слышал все обеи бутылки он слышал шанс панк это были фантастические и потом они были и в описании для играть в парк и в описании достоинства этого фрекс здесь не описывается то есть не приводится ни слова описывающих его воинские областей и в плюс и в плюс все качества мы уже не имеем то есть любовь народа не завоевал мечом но получил своими знаниями своими как бы душевными качествами и в целом и в целом этот любовь он получил этот любовь он получил не потому прекрасными изречениями из священных текстов и так и на момент он 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 есть бракхман, который пришел к нему, который был очень известен для того, как эксцептирует его. Когда бракхман подошел, Сутасомов встал со своего сиденья, почтительно препроводил его на это сиденье сам же уселся рядом, то есть таким образом оказал ему, оказал бракхману почет, после этого бракхман уселся, то есть тогда бракхман уселся и погрузился в созидцание дивной красоты царевича. И когда бракхман увидел бракхман, как он был известен, но бракхман с abuse с ним Tesla, в том числе, когда бракхман, с милами, в том числе, Брахман уже собирался, была такая трагита, что брахманы давали какие-то наставления людям, и люди в ответ на это делали им подношения. Вот брахман уже приготовился дать какие-то наставления, озвучить какие-то красноречивые стихи, как в этот момент вдруг поднялся какой-то шум, суматоха, все стали бегать, кричать. Но не успел еще брахман насладиться плодами своего прихода, заключавшимися в чтении прекраснейших изречений. Внезапно поднялся страшный шум, заглушивший звуки пения и музыки, убивший радость, рожденную увлечением игрой и породивший страх и отчаяние среди женщин. Внезапно поднялся. Внезапно поднялся. Внезапно поднялся Внезапно поднялся сокращения назван Услышав этот шум, Псаревич ласково велел стражам Гарема, узнайте, что это такое. И стражи, со страхом, отчаянием и печалью на лицах, в смущении, поспешно прибежав к нему, сказали, это государь, пожиратель людей, Калмошабата Судасович, подобный самой смерти, по привычке своей, убить сотни людей, он более жесток, чем Ракшаса, нечеловеческой силой, мужества и дерзости. Подобный Ракшасу, по своему страшному наводящему ужас виду, он воплощение ужаса, и он приближается сюда. Да, рассеяно наше войско, его стойкость пожирал страх. Расстроены ряды колесниц, садников, слонов, смешались воины, поэтому пусть будет готовка сударь к сопротивлению, или же примет решение, подходящее для данного времени. Ретируется. И Судасова, хотя и знал все сам, сказала, да кто же тот, кого вы назвали сыном Судасы? Те ответили ему. И так, когда он был виноват, он был виноват. А, но это уже царь? Это царь, спрашиваю. Это уже Ати? Тут имеется в виду царевич. А, царевич, ага, все. Ага, все. Ага, все. Видео. Что не да? Ага, все. Расстроелено. И он Federation. Он был урируем вальшим сильным, он был сильным, он был, он был, он был, он был в мире, он был, он был вновь, он был. и он приходит сюда. И это правда, что все наши тропы были полностью потерпены. Все люди боятся. Все армии, или все, что они у них были немного... Мелангеры. Они не поднимаются. И это для этого, матор, что вы должны быть в порядке. или нужно подготовиться к нам, или нужно принимать решение наиболее, и Судасом, которым он знает, кто он был, он спросил, кто вы называете Судаса? Здесь Бодюсат его называют то царем, то государем, в силу того, что Раджа уже официально назначил его зам царя, то есть у него официально должность такая есть и он действительно по многим вопросам имеет примерно ту же силу, вес точнее. Потому что в тексте, в тексте, в русском языке, мы называем это либо рим, либо принц. Но в самом деле, Ламатенгон объясняет, как он уже официально назвал его родом как его successor, поэтому это не разнообразно. Это всегда с тем, кто мы говорим. Я забыл, Дорфин, он уже обладает реальной какой-то властью? Нет. Нет он? Ну, он, да, он не лезь, но он еще, он будущий. Ну, он еще не замк, или уже замк? Нет, ну, официально нет. Пока не коронавлено, да? Нет, нет. И войны отвечали судосоме. А разве неизвестно государю, что был царь по имени Судаса? Отправившись на охоту и сброшенной лошадью, забравшись в личную чащу, он соединился там с львицей. И эта львица забеременела. А через некоторое время родила мальчика. Пойманный лесниками мальчик этот был приведен к Судасе. Бездетен я подумал Судаса и воспитал его. Когда же отец ушел в оград богов, то есть умер, а его царство унаследовал этот юноша. Благодаря порокам матери он чувствовал склонность к мясу. И каждый вечер он отправлял своего визири покупать мясо. Как-то получилось так, что визири, сколько ни ходил по этим мясным лавкам, они все оказались пустыми. И боясь наказания, он отрезал кусок плоти у человеческого трупа. И принес это мясо к своему царю. Тот попробовал это мясо и сказал дальше по тексту, это мясо имеет лучший вкус, чем то. Подумал он, попробовал человеческого мяса. И стал требовать от визири, чтобы тот каждый день, каждый вечер, приносил ему уже человеческое мясо. Убивая в большом количестве своих же горожан, стал пожирать их. И когда это выяснилось, горожане собрались убить его. Испуганный сын Судасы обещал демонам, аракшасам, пожирающим приношение из человеческого мяса и крови, пообещал он так, если я избавлюсь от этой опасности, я принесу в жертву демонам сто царевичей. И эти демоны-ракшасы сделали на время этого сына Судасы невидимым, Амашападу. Он смог избежать опасности, бежал из в дворцах, бежал в джунгли, и там, в общем, придя в полностью дикое состояние, занимался людоедством. Это уже не по-технике. Амашападу. Амашападу ла фееттомбе. Иis паев дошли из-за и отчелов И, по ÉABЛА, он донет наше с демоны. И эти демоны, тащи, бежал из tribes, и с удаса, Он, видит его, как он не имеет ребенка, он будет учиться. И когда он родился, это сын сын, сын Судаса, который был вислен в его роде. Но потому что он был внести в нем, он был веем, с львами, он был веем, 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 веем. И каждый день, он визир должен купить его варене. У него не было ни варене в магазинах, но как он не найдет ни варене варене, или в магазинах, и как он был очень опасен в результате реторсии, он был варен варене и он был варене военные ретли. И он был варене, и он очень плачет от него, и он очень варене, и он сказал, что это у него более вкусное, а он стал манжем, и он стал манжем, и он стал манжем, и все остальные жители. Так, они все-таки поняли, что это он, который был уничтожен, и они решили, чтобы уничтожить их, и они уничтожили. Но он, воплотный, он был адресен к демону, к Ракшаса, и они сделают улучшение и он сказал что если я избавляюсь и я собираюсь и я собираюсь и я собираюсь как офренд 100 принц и так что они демоны сделали инвизирующие чтобы они могли избежать и не избежать и не убежать Калма Шапага был, уже то, что он был водоедом, приводило в ужас других людей. И, опять же, даже помимо того, что он обладал очень большой физической силой, ужасным обликом, еще и вот эта слава, как бы, уже лишала силы его противников, и он во исполнение своего обета собрать 100 царевичей для жертвы. Много уже царевича было похищено им, и теперь он пришел похитить и государя. То есть, в принципе, 100 царевичей у него уже было, и зачем-то ему понадобился. Это, как видимо, вишенка на торте еще и сутасома. И вот свита этого царя говорит, вот ты все услышал, мы тебе все рассказали про него, а теперь бежим, удва ли твоя. И вот этот негр, этот негр, этот кальма Шапага, этот кальма Шапага, это был способ угрозной, и в том числе, как это был эроспемен, и как это был эроспет, и он был быстрhard, и было очень приятно. Он был боем, и очень мало людей пришли к нему, потому что у него был уже этот экзамен экзамен очень эфрой. Так что, достаточно легко, он успел увидеть эти 100 принцессы, которые ему задавали. И, в самом деле, он уже capturал эти 100 принцессы, но он решил, в том числе, как это скирка на гаде, чтобы сделать эту offранку, он решил, что Сутосома, в первую очередь. И так, это то, что с твой это Сутосома, он приезжал, он сказал, что все было, он сказал, что это все было, теперь, у нас ответили, теперь, что мы спасли, либо мы спасли, но мы не знаем, что это происходит. И на бодисаттва, то есть сутасома, царевич наш, знавший об извращенном греховном поведении калмошаплады из сострадания, еще прежде положил в своем сердце излечить его. И так как он был в своей способности уничтожить извращенность поведения калмошаплады, то с радостью, словно приятную новость, выслушал известие о прибытии калмошаплады и сказал приблизительно вот так. И на бодисаттва, в факт, сутасома, знава, что он знал, конечно, он знал, но он знал, что он знал, что он знал, что он знал, Он был сын Судаса, Калма Шапана. Но он знал, и у него была большая компания. И эта компания, он уже был опытом. И как он был уверен, что он мог бы, и что он мог бы, то что он мог бы, и у него свободный результат, и у него самая отражает на свою санг zones, то он мог бы узнать, как эта новая 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 новая, как они были надежными. Он сказала этого. Он сказал, ну что, Итак, лишившийся престола и страсти к человеческому мясу, и словно пьяный, не способный владеть собой, отпавший от закона своего, заслуги, уничтоживший и славу, пришел он в состояние, достойное лишь сожаления. Возможность есть ли здесь для применения моих сил, или только для боязни и смятения пред подобным человеком? Я уничтожу его греховность, злую, без напряжения, смятения и силы. И даже если бы он ушел, и то достоин был бы сожаления моего, но он ведь сам пришел к моим владениям. Мне подобает кости надлежащим образом почтить, ведь так все добрые относятся к гостям. И так, в этом моменте, Сутасом пононса по-прежнему, а по-прежнему, а по-прежнему, а по-прежнему, И он уже уничтожил, и он, века и все недоих, а по-прежнему, в именно, он и был бы не видел, И все все-таки уничтожил, що он могло за реализм. Я ест, в раку, который, в ест, не мера, только для мамки. что нужно было оставить в себе по-порту и потерять с теми человек? Нет. Я буду работать с теми и причинами, без усилий, без уничтожения, без уничтожения, без уничтожения и без уничтожения. И даже если он не был виноват, я думаю, что я должен был виноват, но он был виноват, он был виноват, но он был виноват, он был виноват. Но он был виноват, он был виноват, он был виноват, и он был виноват. А посему каждое из вас пусть исполняет свои обычные обязанности, повелев так стражем гарема и, прежде всего, успокоив своих телохранительниц, юных женщин, которые с широко раскрытыми от отчаяния глазами, заикаясь от волнения, приготовились преградить дорогу врагам, он направился туда, откуда несся этот страшный шум. Между тем, Калмашабада Судасович, грязные одежды которого, не стянутые поясом, то есть достойный человек ходит с поясом, опоясавшись, а его не стянутые поясом одежды развивались во все стороны с повязкой и смочалой на голове, с пыльными и грязными, спутанными волосами, обросшей бородой, густо покрывавшей его лицо, словно тьмою, со страшными глазами, вращающимися от гнева и ярости, с высоко поднятым мечом и щитом преследовал бежавшие войско царя. Увидев Калмашабаду Судасовича, Судасома бесстрашно и спокойно сказал, «Послушай, вот я, Судасома, вернись сюда. К чему заниматься подобным избиением несчастных людей?» Эти слова вызова задели гордость Калмашабады, и он, как лев, повернулся к нему. Увидев Бодисату одного и безоружного, с естественной приветливостью во всем виде, он закричал, «Ага, тебя-то я ищу!» И, недолго думая, внезапно в ярости, стремительно бросился к нему и, подняв на плечи, убежал с ним. Цепочка задала... Так, он проводил. Остcorным, он продолжил, он продолжил в цие под닝. « Вы продолжаете войну? Вы продолжаете облаковать его occupations». И это так как он донет к нам органу Рем. И это так как он донет к своим угроедом Рем. И это так как он донет к ним и врачам. Они были женщины, взгляды дохлые, спл Они комфортно болит и они садятся к нам. В этом случае он подходит все к нам. И они приходят на их мае. И он их расслабляет. И он, ему-мема, он расслабляет всех, и он был в направлении этого ужаса. И, в то же время, он сын Судас, который был в Калмашападе, он был в порядке. Он был однажды, сау, он был в порядке. Он был в порядке. Ваше двое было вздома, что тело плотно в воздухе, у него были шею салью, были платы, grabbing пуж wszystkie, у него была не кофта. У него была революция, в котором его раскрывали весь рост, и его Organization, терреблый, который был виноват и вовремен, и потом он ввешал с его петкой, который он поднял, и с его петкой. И потом он поднял, и потом он поднял, и потом он у них прихватывает. И когда он увидел, когда когда левец, Сутасома, видал, что офис Сутасома, Сутасома, пришел, что он увидел, он смотрел и говорит, что он говорит, что слушает, с мной, Сутасома, «Ревен здесь, почему ты делаешь такое, почему ты делаешь это, с пылью женщиной?» И эти интерпелления, они уехали, они уехали, и с удовольствием, и с удовольствием, и как у него, он был вернулся, и он был виноват. И когда он увидел бодхи садва, который был все, который был все, который был все, который был все, который был не аромен, с которым он был очень аккуратным и здоровым, он, на самом деле, он сказал, вот, это то, что я cherchал. И, без подумать много, в институте, в полном порядке, он поднялся на него, он поднялся на него, он поднялся на ногах, он поднялся на ногах, и потом он пошел с ним. Бодисаттва же, трясясь на плече у Калмошапады, понимая, что сердце Калмошапады было возбуждено яростью и гордостью, дух же был исполнен смятение, а вследствие бегства от царского войска в нем поднималась радость и тщеславие. Поэтому Сутас Сома подумал Калмошапада в состоянии аффекта, и теперь не время наставлять его. И остался холоднокровно спокойным, дальше стрессом. А Калмошапада, добившись такой великой ценности, то есть захватив такого ценного пленника, и словно получив желанное, с великой радостью в сердце, вступил в свое недоступное жилище. И так, бодисаттва, калмошапада, которая уebeстилась на плече, Калмашапада был вновлен в мебельной силе, потому что он был вновлен в мебельный рейтинг. И в конце концов, Калмашапада был вновлен, вновлен в первую очередь, для того чтобы имели начать всю армию рейтинг, и потом, он был в orgлумии и потенциал, который был вновлен. И вот как эта территория описывает Ария Шура. Ужасная земля, покрытая людей убитых трупами и кровью орошенная, зловещими шакалов криками, как будто людям злобно угрожала. Деревьев, покрывавших ту землю, зловещие прибежища ворон и коршунов, от дыбов покрепальных множество костров поблекли, их листья пожелтели. Злые духи, привидения там исполняли отвратительные пляски. И издали то место страшно представлялось путникам глазам. Путника глазам от ужаса застывшим. 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 И он есть много счастья, и он придется на территории церкви, и он появился таким образом. Несколько земли. Крым из гадов, из всех людей, которые были созданы, и их земли, которые были созданы, Мы не слышим, что звуки, что крисы, и все это, это кажется, что эта земля, она уничтожает людей. Ребята, которые находятся на этой земле, они находятся на земле, которые находятся на земле и корнеи. И потом, эти амбры, они тоже не видят, потому что у них есть так много воды, и последствия из инфекционирования всех этих амбров, Так что в лесах, их тень не более ярко. И еще есть эсприсы, Девы, демоны и эсприсы, которые делают их макабр. И это правда, что даже, Возвращение, 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 Возвращение. И, опустив на землю бодхисаттву, Необычайная красота которого приковала его взор, И упорно смотря на него, Камушапада стала отдыхать. А у бодхисаттвы, Когда он вспомнил брахмана, Который пришел к нему с приношением Прекрасных изречений, И не был надлежащим образом почтем, И ожидал его Возвращения В Возвращение в Веселительный сад с надеждой В сердце, Явилась мысль. То есть, Сутасома Вспомнил об этом брахмане, И забеспокоился о нем. О горе! Прекрасных изречений приношения Ароматное неся, С надеждой издалека он пришел. Что ж будет делать брахман, Тот услышав, что похитили меня? Надежд разрушенных огнем охвачена его душа, Еще острее его усталость от отчаяния. Вздыхать он будет, сожалея обо мне, Или своей судьбе упреки посылать. При этих мыслях у великодушного, То есть у Сутасомы, Вздыхать, 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 Вздохлям, Вздохлям, Вынувши, Вздохли, Сутасомы Вздохлазе, и, конечно, это Брахман был в сердце, в сердце, и он мог бы говорить, и получить дать, и дать, и дать. И, так, Бодхисатва, он был в Брахман, и он думал, что он был, и сказал, что он был, он был, он был, он был, он был, Продолжение следует... « Il va se soucier de moi, il va avoir de la pitié pour moi, ou bien peut-être il va se soucier de son propre destin. » Et puis à ce moment-là, en ayant ces pensées, le Bodhisattva, il était très en souci pour ce Brahman, et il ressentait de la compassion pour lui, et de cette compassion, il a eu des larmes qui sont sorties de ses yeux. « Il va se soucier de l'espoir, et il n'est pas un souci pour cela, qu'il ne déroule pas, qu'il ne déroule pas, qu'il ne déroule pas, qu'il ne déroule pas. Et donc là, quand Machapada a vu, voyant les larmes dans les yeux du Bodhisattva, il s'est mis à rire, et il a dit, « Ah, tu n'as pas besoin de ça, tu es très connu pour ta sagesse et pour toutes tes qualités, mais maintenant que tu es en mon pouvoir, tu fais couler des larmes. » Et c'est vrai, c'est bien pour ça que l'on dit que lorsque l'on est dans le malheur, la sagesse ne sert à rien, et lorsqu'on est dans des situations graves, tout le savoir que l'on peut avoir est complètement inutile. Et il n'y a aucun être qui ne tremble pas lorsqu'on le bat. Voilà, et c'est pour cela, dis-moi maintenant la vérité, est-ce que tu pleures toutes ces larmes qui viennent de ses yeux ? Est-ce que tu pleures ta vie qui était si agréable ? Est-ce que tu pleures ta richesse ? Est-ce que tu pleures tous les plaisirs que tu as connus ? Ou bien est-ce que tu pleures tes proches ? Est-ce que tu pleures ton rang royal ? Ou bien est-ce que tu te souviens des visages des enfants ? On a dit que Abdi-sattva, le sien sont en tête, que le sien ne à l'est-ce que tu ne vous s'entendent pas, de lui que pensent de sa vie, 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 А от того, что он вспомнил о том, что к нему пришел Брахман с прекраснейшими изречениями, и вот этот Брахман, услышав, что царевича похитили, наверное, в отчаянии, там очень сильно беспокоится. Вспомнив о нем, я и плачу, говорит Судасома. Поэтому, будь добр, отпусти меня, чтобы я смог успокоить страдающее сердце этого Брахмана, и выразив должным образом почтение этому Брахману, как только я это сделаю, я вернусь к тебе, чтобы не оставаться должным и тебе, твоим должником, чтобы не быть. И я увижу, как ты радостно, как радостно засияют твои глаза, когда ты увидишь меня, на что Калам Шапада, естественно, не соглашается, говорит, это предлог для бедства. А, нет, нет, он продолжает говорить, ты не думаешь, что я лишь придумал такое предлог для бедства, бедства. Я очень честный человек, такие как я, мы отличаемся от обычных людей, мы никогда не прем, поэтому я честно вернусь. Так, э, нет, 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 это не за это говорит, а что я знаю, Я然後 верю, что братмана вам попадет. И он манит, который спросил его, он будет готов. И это за это, что я это за имел. Я ему помогу, я ей помогу. Я ей помогу, что я должен был тебе совет. И если брахмана смогу, и мне я возвращаюсь. И я не думаю, что это не революция, чтобы я могу избежать. Такие люди, как я, не смеют, не смеют. Поэтому я покажу, что я вернусь в Брахман и вернусь к тебе. И в этот момент, я буду в твоей приспособлении. Когда Машапада говорит, ну, никак нельзя тебе поверить. Кто же, в своем рассудке, избежав смерти, вновь вернется к ней? И Калмашапада говорит, ну, нет, это не возможно, мы не можем тебе поверить. Это не возможно, что кто-то может избежать от смерти, и потом вернуть к смерти полностью. Так что я не буду оставаться. И Калмашапада говорит, как это так? Ты что, не понимаешь, что у меня очень важная цель? Мне обязательно нужно благодарить этого Брахмана за его визит. И я тебе не дал обещание о том, что я вернусь. Поэтому перестань меня подозревать и приравни меня к... Я ведь сутасома. И сутасома говорит, как это так? Ты не понимаешь, что ты не понимаешь, что это очень важная причина для меня, Flight Tiger, которыйوت с western и приравними Tucson. И когда Калмашапада понял, что ему откроют к своей русле, он очень словно вернуть у моего брата. речь Сутасома, и все-таки не веря ему, подумал, прекрасно, он так хвалится своей правдивостью и справедливостью, но так я проверю его привязанность к правде и любовь к справедливости, чем, собственно, грозит мне его утрата. Ведь у меня есть уже целая сотня царевичей, которыми я владел великой силой своей десницы, и я их принесу, как хотел уже от этого демона, так подумал он и сказал Бодисатве. Хорошо, иди, посмотрим, какова твоя верность обещаниям и твоя справедливость. И так, Калмашапада, он, сначала, был очень против, потому что он сказал Сутасом, и потом он следует, он говорил Бодисатве, « Но он фейт И он так в том, что он так правил, и так правил, и так правил, и так правил. И я буду проверить, в любом случае, что я потеряю. Я у меня 100 Принцов, которые я должен дать ему, так что он не потеряю, я не потеряю ничего. Но, по-другому, я буду проверить, если он будет следить, и если он действительно вернет. И Бадисата сказал, хорошо, слушаю. И отправился в свой дом, где его радостно поприветствовали домочадцы. Позвав того Брахмана, он выслушал от него четыре стиха. А выслушав его, и умиленный до глубины души прекрасными встречениями, Бадисатван великосущностный, исполненный радости, выразил ему сначала приятными словами почтение, и, оценив каждую гадху в тысячу золотых, вознагротил затем Брахмана желанным богатством. Его отец, то есть уже старый царь Раджа, имея в виду удержать принца от неуместной расточительности, воспользовавшись представившимся случаем, ласково сказал ему так, «Милый, выражение почтения за прекрасные изречения ты должен все же знать меру, ведь тебе нужно поддерживать большой двор, а от богатства казны зависит и блеск царя». Блеск величие это все вместе. Бладисатва, если ты говорил тебе, мы его сейчас разви, был irgendwie приветств sie в моемpellем. Блеск много не увидев, Никон movement не говорит, то просто血 Aranas circuit gangна кемainsие добра, и ониaru, И он был очень вдохновленным сердцем, и очень вдохновленным словам Брахмана. И в том числе и счастье, он ему, во-первых, он именит, и он именит, и он именит, во-вторых, и потом, И потом, он получил каждый вер на 1 000 пиесы. И он получил благодаря бракхману, он ему донит эти жертвы. И так, он родитель Сутасум, он великой роги, он хотел, как бы, И даже на самом деле, когда он снеговался на его ряду, чтобы избежать его иментировать, он сказал им, что в следующей слове, он сказал, что, когда вы высказывали эти reassения, для очень красивых слов, очень красивые слова произношения, ты должен, как-то, иметь некоторое значение. И это поэтому, не забывай, что ты у нас, как-то, у нас, как-то, 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 как, и, в принципе, ты это не знаешь, что твое знание, и знание твоего военнослужащего тоже зависит от рейшки, которую ты видишь внутри. И тогда Царевич отвечал, что эти изречения для него настолько важны, что он даже не может оценить их, и что эти изречения являются источником всего блага и способом устранить все какие-то проблемы. Я не могу не оценить эти гадхи по достоинству. Но, с другой стороны, я не могу и нарушить твоего указа, отец. Поэтому, наверное, лучше будет, если я вернусь к калмашапали. Чтобы, с одной стороны, избежать этих двух невозможностей, а с другой стороны, выполнить свое обещание. И, в принципе, с этой стороны, я ответил к его достоинству. Дальше, эти веры sont tellement importants. Они не притягиваются. Поэтому, grâce к этой словам, они неизвестимы. Они не позволяют решить все проблемы. И, в самом деле, в понимании, что он не хотел бы не было пить его пить в дону этот деньги, и, наконец, он говорит, что он говорит, что он будет вернуть калмачападу, потому что я ему виноват, в том числе, и как это, это позволит ему сделать ситуацию, где он не хотел бы пить его пить его пить, и в том же время хотели показать бракмане, что эти слова были неизвестимыми. Ну, конечно, ты пообещал прийти к нему, поэтому ты, желай быть честным, хочешь выполнить свое обещание. А я все же не разрешу тебе этого. Нет никакого греха в том, что человек вступает на путь неправды, если он делает это ради спасения собственной жизни или ради старших. Такое правило есть в ведах. Зачем же тебе надо стараться от него отказываться? Люди, опытные в житейской мудрости, называют такую преданность, праведность явно враждебную материальным интересам и удовольствием, порочным явлением и дурным обучаем царей. Поэтому перестань настаивать, терзая мое сердце и пренебрегая своими личными интересами. Но ведь ты, мой дорогой, считая это позорным и противоречащим праведности, и, не привыкнув отказываться от своего обещания, не решишься на это. Если даже и так, то у меня есть на готове армия из слонов, колесницы, конницы, колесницы и пехоты, рвущиеся в бой ради твоего спасения. Это преданное нам превосходное войско, устрашающее, как неистовый поток воды, состоит из воинов, умело владеющих оружием и не раз отличавшихся в битвах. И вот с этой армии отправляйся к нему, к Калмашападе, или покори его, или предай смерти. Таким образом, и обещание твое пустым не останется, и себя спасешь. Президент. И он говорит, слушай, мой сын, если я тебе сказал, чтобы не быть непосредственным, это было для тебя, и ты не должен был быть вешеным, и ты не должен был быть вешеным. И что, и пусть, что это были твои венеры, которые оттеррятутся между руками Калмашапад. Но, конечно, от другой стороны, ты ему предложил вернуться калмашападу, и это для этого, потому что ты хочешь вернуться калмашападу, что ты хочешь вернуться калмашападу. Но я не буду позволить, что он не должен был быть вешеным, когда кто-то не тянет калмашападу, если он его делает, чтобы спасать свою жизнь, или для других. И это, чтобы продавить жизнь, для людей, или для других, или для других. И это, это, что ты снижаешься в предыдущем. Alors, pourquoi est-ce que tu devrais ne pas, pourquoi est-ce que tu insistes et tu veux tenir ta parole ? Les personnes, des personnes sages appellent parfois ce genre d'attitude comme n'étant pas juste et comme étant peut-être des habitudes qui sont propres au roi. C'est pour ça, essaye d'arrêter d'insister et arrête de me faire du mal en t'en tenant à tes propres intérêts. Mais toi, mon fils, je sais que tu estimes que tout cela n'est honteux que de ne pas tenir parole et puis je sais que tu ne vas pas vouloir renoncer à cette promesse que tu as faite. Donc, si c'est comme ça, eh bien, j'ai une armée prête que je peux te donner qui est dans laquelle tu as une infanterie et tu as des éléphants et tu as toute la chevalerie et toute cette armée est prête à t'accompagner et pour te sauver. Et c'est une armée qui est extrêmement dévouée, qui est terrible et c'est une armée qui est composée de combattants expérimentés et qui se sont battus bien plus qu'une fois. Donc, puisque c'est comme ça, tu peux aller chez lui, retourner chez Kalma Pachad accompagné de cette armée et puis là, soit tu le prends en... soit tu en faisonnier, soit tu le tues. Mais comme ça, tu vas pouvoir survivre, tu vas pouvoir te sauver et puis en même temps, tu pourras tenir parole. Et Bouddhisattva, je ne veux pas, c'est à dire, je ne veux pas, c'est à dire, mais faire autre chose. Et puis, c'est à dire, je ne veux pas, c'est à dire, à dire, à dire, à la réelle de la réelle, жалости людей, увязших в болоте дурных привычек и катящихся в ад, которых я считаю своими друзьями, так как они лишились своих родных и чьего-либо покровительства. Более того, этот людоед по отношению ко мне был очень благороден. Он отпустил меня, хотя я был в его руках, и благодаря ему, благодаря его доброте, я смог узнать эти прекрасные изречения. То есть этот людоед сделал мне добро, поэтому особенно достоин сострадания. И царю не надо чрезмерно за меня переживать, разве в силах Калмушапада причинить вред, если я сам вернусь к нему. И так, бодхисадва ответит, но я не хочу не проверить одну вещу, и сделать одну вещу, о том, как я буду атаковать с армией, которые, 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 которые делают птиц, эти люди, которые находятся в границах, в плохой области, и которые находятся в земле. И эти люди, я считаю, как мои родители, и в том числе, что они не имеют больше родителей, и они не имеют больше, не защитные. И в том, что это было очень хорошо, потому что это было очень хорошо, потому что он мне позволяет вернуться, и, особенно, он мне позволяет услышать эти прекрасные слова из Брахман. И это для этого, как он сделал мне хорошо, он должен, скорее, он должен, скорее, он должен, скорее, он бы мне помогать. То есть так он увидел отца и, в одиночестве, направился туда, где обитал Камушапада. Камушапада еще издали увидел его, очень сильно удивился и подумал, что это чудо из чудес, невиданное из невиданного, сверхчеловеческое, сверхбожественное, царя возвышенная верность Слову. То есть правители обычно не так верны своим словам. И вот Стосома возвращается ко мне, значит, действительно, слава о нем, как о человеке настолько честном, преданном справедливости, это слава оказалась правдивой. И по-десантому подошел к нему, к Камушападе, пораженному изумлением, и сказал, ну вот я был дома, я обрел очень важное сокровище прекрасных изречений. Опять же, достойного Брахмана я сумел почтить, и вот эта радость в моем сердце, она снизошла благодаря тебе. Вот я здесь, я вернулся к тебе, съешь меня, ну или там использует для своих жертвоприношений, еще что ты там сделаешь. И так, благодаря этому, он успел доказать 인станавливать с дождь. И потом, он вышел, не успешно быть компанией от армии. И потом, он решает, и он возвращается на землю Калмашапад. Все, как он сказал. И когда Калмашапад был виноват, он был очень удивлен, и он был очень удивлен, и он сказал, что это правда, что это когда-то, и это чудесно, потому что кто-то виноват, и его репутация, она была настоящей. И в моменте, он поднимался, и он поднимался, И потом, с сердцем был плен, и он сказал, вот, благодаря тебе, я смог услышать эти слова, которые были, для меня, очень важны, и это для этого я благодаря тебе Я не успешу тебя съесть, опять же, костер еще дымит, а я хочу тебя запечать, а не коптить, поэтому пока прогорит этот костер, у нас есть время, и я хочу это время занять разговором, поэтому давай рассказывать, какие там ты гадхи, такие ценные, расценные, где-то ты услышал. И так вот, Калма Паша говорит, что я не предупреждаю, потому что у нас есть еще много воды, и сахар на вкус, и сахар на вкус, и сахар на вкус, и сахар на вкус, и сахар на вкус. И так, если у вас ждет, что-то свет, где-то не веще, и после этого я буду интересен на слушать И эти инструкции и эти красивые слова, которые ты слышишь, ты можешь мне их сказать? Для тебя жизнь, отвратительного ракшаса ведущего, оставившего благородный путь, нет веры и откуда праведность. Зачем тебе святые тексты? Зачем тебе святые тексты? Зачем тебе святые тексты? Зачем тебе святые тексты? И тогда сын Судасы, то есть Калмашапада, раздраженный этим презрением, сказал, ну нет, не говори так. Ты назови такого мне царя, который бы, лук натянув, не убивал лесных животных в своем саду для игр. Если подобно им для поддержания жизни людей я убиваю, так говорят уже, что я не праведный, но не они живых существ, убийцы. Не праведный, что я не праведный, но не они. И так, Калмашапада, он был пиазом, который подходит к себе, что они не могли не слушать свои слова. И он говорит, не, не, не говори, не говори. И потом он говорит, что он не использует его, но не служит его в доме, и не служит его в доме, в течении животных животных. И если я собрался к их, когда я тую людей для меня в жизни, то, что я не могу жить, а то, что они не могут жить, я не знаю не будет садово сказал нет никогда не были праведными течи стрелы на пара и на животных испуганно бегущих но пожирать или людей заслуживают порицание большего высокий род людей как пища ведь служить не должен и дури та дури храм に сказал о чем украшев здравия убитая люди дури и и они не и они даже аром мы в И до конца года, они у них еще не права. И мы не должны быть человеческими. Тогда, хотя Бодесатова получал очень резкими словами, но обаяние исходивши от него дружелюбие покорило жестокий нрав сына Судасы, и он, спокойно приняв эти слова, улыбаясь, сказал «Послушай, Судасома, ты, мной отпущенный, придя в свой дом прекрасный, пышным блеском царского величия, ко мне вернулся». Так небольшой же ты знаток житейской мудрости. То есть ты поступил глупо. И, соответственно, Более того, что бодхисаттва дали ему советы с паролами довольно тяжелыми, у него была ума с ним, и ума с ним, и ума с ним. Галма Шапад, который finalmente говорит, что он смеет, слушай, Суматос, ты, что я оставил, ты вернулся домой, и потом, в том числе, в том числе, ты вернулся домой. И, с этим, ты вернулся домой, что ты такой великой знакомой, что ты такой. Ты такой марш? Что же ответил Бодисаттва на это? Мы узнаем на следующей неде. Через 11.00. Какая будет ответа на Бодхисатва? Мы узнаем в 2 недели.